новый трек маркула называется конечная станция и как бы сопоставляешь на обложке я видел земной шар зачириканный выглядит это все апокалиптично когда-нибудь все это кончится и все что от них нам останется фамилия имя отчество пустая страница из паспорта когда-нибудь все это вспомнился кого-то мне эта манера очень сильно напоминает вот у скриптонита она более утрированная у него еще она хуже звучит если хуже по состоянию как будто грубо говоря вот так разговаривает человек который два литра выпила скриптонит разгорает человек который выпил 8 литров но у кого-то и блин кого-то мне напоминает эта манера причем не маркула она напоминает ли кого-то другого потому что маркул очень четкое свое лицо очень четкий свой стиль здесь он не напоминает кого-то другого может дальше пойму все что с тобой нам останется ночью судьбе бессовестно затянуться за тех кто не справился пока по космосу крутится одинокий шаг новый потоп за тушит новый пожар даже не почувствуя он даже небо у меня дурацкое ощущение как будто маркул как будто маркул копирует какого-то другого артиста это очень странное чувство потому что маркул как раз чувак которого самого удобно копировать которого многие копируют потому что у него очень четкий свой стиль исполнения и тут он берет и просто меняет его на чужой на немаркуловский неправильно сука на кого это похоже и не могу вспомнить на этот черт это точно кто-то из русских рэперов причем вот не из этой тусовки не из тусовки оксимирона высокие какие странные послушайте сверху голос вот на он даже не почувствовал такой прям пальцет пальцет нифига себе неожиданно очень звучит но это странно я не могу понять нравится мне или нет потому что блин это не маркул я не слышу в этом маркула это ну не особо свойственные ему битло окей он писался на такие биты но это не первая ассоциация музыкальная у меня на маркул то есть я когда представляю себе биты маркула я представляю себе другие биты но в первую очередь по голосу где привычный маркул странные чувства я не знал с чего вот это начать я копался в мыслях там была одна это же гайса наше из-за на живой дни души куда не глянь всем лучше если живы будем праздновать и кайс вот здесь кстати он больше похож на маркула причем вот на маркула с sense of human то есть на great depression он по-другому читал по-другому исполнял вообще по-другому другое лицо было вот это маркул с sense of human а чё за чувак читал до этого для меня вообще загадка ну это перезагадывать сжечь мосты и зарабатывать дальше все по накатанной а с чистого листа но все стремится за пачками перестать либо стремится за пачками так правильно неправильно жажда не хватает слов пока по космосу крутится одинокий шаг новый потоп за туше новый пожар он даже не почувствуя он даже не почувствуя пока по космосу крутится одинокий шаг мы это внизу и нам тяжело дышать Снова фальсетик, слышите, наверху? Я не дотянусь. Станет осколком, а тайсберг будет крутиться на скорости, а мы сможем добиться и праздновать. Пока по космосу крутится одинокий шаг, новый потоп затушит новый пожар, он даже не почувствует, он даже не почувствует. Пока по космосу крутится одинокий шаг, мы где-то внизу, мне нам тяжело дышать, он даже не почувствует, как будто все искусство. Пока что я жду, когда все это кончится, курю, даже больше, чем хочется. О, кстати, мне очень нравится, как здесь битей-то сделано. Вот эта часть прям классно звучит. Я жду, когда все это кончится, курю, даже больше, чем хочется, пропажу день и ночь, в день и ночь. Дострою свои сумки в общей песочнице, не знаю, что будет, а... Очень нравится, как инструментал вокруг голоса сделан. Причем здесь именно явно вокруг голоса инструментал нарезали и меняли. Но очень классно сделали в итоге. Как это страшно, я не знаю, зачем к нас. Не знаю, зачем к нам. Очень гитарка хорошо звучит. Хороший трек. Интересно сделанный. Разнообразный. Насыщенный событийно. Но это не Маркул. Это звучит, как будто это какой-то фиток. Где Маркул, причем как-то на отъебись так вот, типа набегу, сейчас давай запишу. Залетел с каким-то рэпером второго эшелона. Ну вот, мы выросли уже из того, что группа второго эшелона это оскорбление. Но как будто от этого трека есть ощущение того, что большая звезда залетает к каким-то своим друганам. Менее успешным сильно. Сильно менее стильным, дорогим и вылизанным. Чтобы им вот помочь своим именем подсаппортить, записать там типа 8 строчек куплет. Типа фит. Но это трек одного артиста. Просто три четверти трека Маркул звучит как... Не Маркул. Это очень странное чувство. Опять же, из-за того, что у Маркула очень четкий свой выработанный стиль есть. Если бы его не было, если бы он каждый трек был разным, у него бы не было, конечно, такой популярности. Он не был бы настолько востребованным. Но тогда нас бы и не удивляло это так. Читаю чат. Спрашиваю, это проблема, что звучит не как Маркул? Для человека, который слушает музыку фоном в такси условно или в кафе вообще пофый. Для человека, который включил трек Маркула. Желая послушать Маркула. Потому что он любит Маркула. Он увидел, о, мой любимый исполнитель выложил новый трек. Для него это будет проблемой. Потому что Маркул стал его любимым исполнителем не просто так. И он его полюбил за что-то. И велик шанс, что он этого чего-то не получит. И, соответственно, будет чувствовать себя обманутым. Пишут, может, Кока напоминает. Может и Кока, кстати. Вспоминая треки Кока, которые я слышал, у Кока похожая. Блин, такая подача много у кого есть на самом деле. Но учитывая то, что Маркул работал с Куоком, в принципе, может быть, пропитался, заразился от Кока. Часто бывает, что артисты, когда вместе работают, общаются, они пропитываются друг другом и сами могут этого не замечать. А, пишут, Куок музыку делал к этому треку. Ну, тогда логично, потому что часто тогда бывает, что чуваки в такой конфигурации могут сидеть на студии. Грубо говоря, если Куок именно как продюсер выступал, продюсер это не тот, кто бит написал, блядь. Если Куок выступал прям как продюсер, то он мог прям сидеть в студии. И поскольку это его битло, он мог направлять немножко Марка, там, говорить, а спой так, а спой так. Вплоть до полного превращения Маркула в Куока. Можно было провернуть его реально до состояния Куока в этой мясорубке. Так вот, как звучит правильный Куок. У нас есть мем, да? В каждый стрим, где появляется Куок, ко мне приходят интересные люди, которые такие, ты просто неправильного Куока раньше слушал, я тебе правильного Куока покажу. Показывают все то же самое, что я уже слышал, в надежде меня переубедить таким образом. Вот, у нас родился мем про правильного Куока, что вот однажды появится правильный Куок, которого мне наконец понравится. Вот, да, вот, правильный Куок, это Маркул. Мне это нравится больше, чем Маркул, но я стиль Маркула никогда не понимал, пишут. Удивительно, мне кажется, Маркул такой понятный. Он настолько цельный, настолько, ну, как-то органичный в этом всем. Мне странно, что в нем можно не понимать. Куок должен был остановиться на топовых инструменталах. У него хорошие инструменталы. Мне безумно не нравится его рэп, его исполнение, его фанаты, но, блин, у него действительно классное бетло. Да, и все они в итоге пишут про трек «Птица». Да, сам слышал, в итоге все они кидают трек «Птица», который... Ну вот, простите меня, то, что к нему привязывает сентиментальный повод, не делает трек лучше. Ну вот, мое мнение, трек «Птица» просто блевотня. Любимый Адлиб Маркула «Мя». Не, он не «Мя», он такой «На». «На». Он через «Н» скорее, чем через «М». Но иногда он звучит как «Мя». Вот этот, знаете, звук «М-е-эйч». «Мя». «Дима, ты же сам всегда за эксперименты?» Во-первых, нет. Кто вам такое сказал? Во-вторых, я за гармоничное развитие артистов, а не прыжки из стиля в стиль хаотичный. Причем, понимаешь, есть артисты, которые переходят с инструментала на инструментал, сохраняя себя. Сохраняя свою индивидуальность, свой стиль. А когда артист с очень четким, выработанным стилем на протяжении многих лет вдруг начинает звучать как другой артист. Никак. Вот тот же самый Маркул, только с чуть другими фишками, чуть с другими какими-то находками приколов. Вот такую эволюцию он проделал на Sense of Human. Вот это, я считаю, экспериментом. И это удачно. Я говорил, что он более шероховатый, стал более неправильный, он менее вылизанный стал. Ему это пошло, ему это было к лицу. То момент, когда ты просто начинаешь заимствовать чужие фишки вместо своих и надевать на себя чужое лицо вместо своего. Я вот это редко поддерживаю. Знаете, бывает момент, был момент очень странный для меня, когда обладает, начал косить под фейса. Это вот был момент, когда стал понимать, что фейс победил индустрию, когда обладает, вдруг стал косить под фейса. Такой, чё? Кока, скоро выйдет Deluxe версия альбома Imago. Очень жду Deluxe, там есть по-настоящему стильные и крутые треки, которые я бы сам задонатил с радостью. Я послушал, но мне не особо зашло, если честно. Но вот именно альбомы Imago. Пишут, сойдёмся на том, что Маркул хорош. Маркул хорош, безусловно, вне всякого сомнения. Но меня как-то смущает. Как-то смущает. Реально, не, ну если Куок писал музыку, если правду пишут в чате, что Куок писал музыку для этого, тогда, с вероятностью, 99%, он вот прям в процессе работы мог от Куока что-нибудь такое, в общем, и подцепить. Предохраняться надо. Я бы хотел услышать всё-таки больше Маркула в треках Маркула и меньше его продюсера. Но это так, личное слушательское пожелание. А так, классный трек, середнячок, где от Маркула я услышал 8 строчек. Ну или 16, смотря как записывает. С Куоком странно получается, у него в одном и том же релизе могут попасться как безумно крутые работы, так и безумно блевотные. Нестабильность, хотя, ну, я ещё не услышал ни одной работы Куок, которая мне бы прям понравилась. Дело вкуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok